Уровень воды в Китое снова повышается. По данным гидропоста в Раздолье, за день река поднялась как минимум на 50 сантиметров. В мэрии Ангарска состоялось экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Обсудили проблему заимки Якимовка. Напомним, вблизи населенного пункта размывает берег, где располагается местное кладбище. Ранее перенесли 10 могил. Сейчас планируют эксгумировать еще 11 тел. Мэр округа Сергей Петров принял решение ввести режим повышенной готовности. В Усть-Куте полным ходом ремонтируют дороги. Новое покрытие укладывают в старом Усть-Куте. Дорожники уже завершили один участок. Сейчас продолжают укладку асфальта. Ямочный ремонт ведут в разных микрорайонах города. До конца лета устранят все проблемные участки дорог. «Согласно муниципального контракта у нас асфальтируются улицы Зверева, переулок Школьный, улица Нефтяников и улица Советская. В настоящее время происходит асфальтирование по улице Зверева с последующим переходом на улицу Советская». В Тулуне в пятиэтажном доме протекает крыша. В результате ливня многие квартиры пострадали. Причина – мягкая кровля дома, которая не выдерживает давления. Срок её эксплуатации – 12 лет. Здание построили в 1987 году и с тех пор крышу не меняли. «Жилищный треск борется с данной проблемой, демонтирует антенны, но они растут, как грибы. Не успеешь уследить, чтобы они были не установлены. Приводят к протечкам. Но вот сейчас обратите внимание, крыша вроде бы… Протечек нигде не обнаружено, откуда они происходят. Сложность определить». В Нижнеудинском парке «Локомотив» проводят работы по благоустройству. Изменения происходят благодаря программе формирования комфортной городской среды. Напомним, в программе город участвует уже более пяти лет. За это время подверглись изменениям десятки дворов и общественных территорий разных микрорайонов. Стоимость благоустройства в парке составит около 14 миллионов рублей. Работы должны завершить до 15 сентября. «Сейчас мы видим, что уже сформированы дорожки, произведена выемка ПРС, соответственно, устанавливаются бордюры. После установки бордюров будет подготовка основания, освантирование. После освантирования установка малых архитектурных форм в виде лавочек, урн для мусора». Часть ледокола «Ангара» отреставрируют к концу октября. На ремонт носовой части корабля музея выделили более 8 миллионов рублей. На подсветку фасада судна – еще около двух миллионов. На прогулочной палубе проведут перепланировку, увеличив помещение кассы и тамбур. Заменят перегородки на среднем и нижнем ярусе. Напомним, что «Ангара» – это один из самых старых ледоколов в мире, который сохранился до наших дней. Его спустили на воду в 1900 году. «Нет, безусловно, такой обед, как ледокол «Ангара», такой, как визитная карточка нашего города, заслуживает максимального внимания и проведения ремонтных работ. Причем на самых помещениях экспозицию планируем делать, поэтому там последний раз ремонт проводился 30 лет назад, когда ледокол только реставрировали после того, как его подняли с одной архитектурного хранилища».